Ожесточенные баталии вокруг появления на форме сборной Украины, которой предстоит выступать на футбольном чемпионате Евро-2021 провокационных надписей «Слава Украине!» И героям слава не только не утихают, но и становятся все более жаркими. В них втягиваются национальные и международные спортивные организации, представители различных стран. По сути дела, скандал разгорелся после официального заявления МИД России о том, что размещенные на футболках игроков на заложной слова являются нацистским приветствием, которому, естественно, никак не место на международном спортивном событии. Но, возможно, наши дипломаты, подавшись эмоциям, несколько сгустили краски и, как говорится, перегнули палку? Попробуем разобраться, насколько обоснованы выдвинутые ими обвинения и претензии. С давних времен? Да не выдумывайте. Нет, ну правда. Ведь никого же не шокирует и даже не нервирует французская «Viv la France». Даром, что звучали эти слова, в том числе и служенных глоток вояк Наполеона Бонапарта, огнем и мечом, прошедших всю Европу и в конечном итоге пришедших с ними и на нашу землю. Какая, казалось бы, разница? Очень даже ощутимая. Наполеоновские походы происходили во времена империй, когда завоевание чужих территорий было делом обычным и даже, можно сказать, житейским. При этом, к чести корсиканского гордеца, следует сказать, что концлагерей он не устраивал и научных теорий, в соответствии с которыми всех нефранцузов следовало бы непременно извести под корень, под свои имперские притязания подводить не пытался. С лозунгом «С.У.Г.С.» для краткости, и чтоб не повторять эту гадость лишний раз, буду обозначать его далее так, история совершенно другая. Для начала, еще раз вкратце вспомним, что, собственно, заявила по данному поводу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, совершенно несостоятельными являются попытки нынешней киевской власти вложить фразы, о которых у нас идет речь в уста классиков украинской литературы, или представить их в качестве традиционного казацкого приветствия. Своё начало они берут от запрещенной в России организации украинских националистов, ООО «ИОН», и вдобавок являются очень прилежным копированием такого же точно приветствия, принятого в нацистском Третьем Рейхе. И ассоциироваться, следовательно, могут никак не с историческими корнями, культурой или духовным наследием украинского народа, а исключительно с наиболее кровавыми и гнусно прославленными его выродками, бандеровцами, палачами и нацистскими прислужниками. Что из всего этого является правдой, имеющей достоверные подтверждения? К чести госпожи Захаровой и её эрудиции надо признать, что всё. Начнём разбираться по пунктам. А помогут нам в этом публикации на самых, что ни на есть, патриотических украинских ресурсах, посвящённые истории и этимологии лозунга «СУГС» благо, таковые вполне доступны в интернете, в том числе и на чистейшем русском языке. Классики литературы, говорите? Да, кое-кто в Незаложной пытается выдать за авторов этих слов самого главного её корифея Тараса Шевченко, или, к примеру, Павла Чубинского, которому приписывается авторство современного украинского государственного гимна. Однако вот же незадача, тут сразу всплывает нестыковка, видная невооружённым глазом даже тем, кто не является филологами, профессиональными филологами. В произведениях упомянутых авторов и вправду есть схожие строки. Однако звучат они, у Шевченко, как «Вот где слава». Слава Украины. Смысловую разницу, обусловленную лишь одной буквой, думаю, объяснять нет нужды. В писании их же Чубинского и «Слава» и «Украина» вообще-то имеются, но в самом буквальном смысле рядом не стоят. Во всяком случае в формате «СУГС» точно. Что у нас дальше? Казаки, попытки пристегнуть обсуждаемое нами приветствие к фанатично почитаемым и чуть ли не канонизируемым, несмотря на их более чем сомнительную реальную историю, в нынешней Назадежной запорожцам, если и делаются, то исключительно самыми безграмотными и беспардонными патриотами. Более вменяемые следователи честно признают, что слава Украине. Начали орать так называемые «черные запорожцы» – военное формирование, существовавшее в 1918-1920 годах. Соответственно, происходило это во времена Гетмана, Скоропадского, УНР, Петлюровщины и прочих страшных и кровавых событий, оставивших по себе самую горькую память и процветание Украины, никак не способствовавших. Копируя хозяев, впрочем, как бы то ни было, но даже в то время лозунг, в который сегодня так намертво вцепился официальный Киев, существовал в виде лишь первой своей половинки. Откуда же взялась вторая? Опять-таки, более-менее объективные авторы из самой Назадежной честно признают героям слава. В качестве отзыва появилось в нем лишь в 1939 году, будучи принятым на Втором Конгрессе ООН, проходившем, кстати, вот же совпадение. В фашистском Риме, да и звучал он изначально несколько не так, в организации, усиленно копировавшей всех своих собратьев по человеконенавистнической идеологии, официально было утверждено партийное приветствие «Слава Украине!» Вождю слава! А теперь сравним Хайл Хытла, Сиг Хайл, Слава Гитлеру, Победе слава! Что мы тут видим? Некоторое сходство? Или, скорее уж, совпадение практически на 100%? Мало того, чтобы уж совсем развеять сомнения, уточню, что при произнесении упомянутых выше слов следовало поднять выпрямленную правую руку под небольшим углом выше головы, цитата из материалов Конгресса. Да, да, тот самый римский салют, как его называют толерантные западные историки. Такие нетолерантные типы, как я именую данный жест Дигой, принятые в те времена не только у Олановского Отребья, а в первую очередь у итальянских, испанских, хорватских и прочих европейских фашистов. Ну и, конечно же, в нацистской Германии. Так что современные украинские патриоты, открыто зигующие на собственных факельных шествиях, не гитлеровцев копируют, а собственных же предшественников. Ну, а те, в свою очередь, прилежно обезьяничали у нацистов, на которых работали со всем возможным усердием. Собственно говоря, создатель ООО «УЭн» Евгений Коновалец водил шашни с немецким Абвером еще с тех времен, когда ни Коэнс ДАП у власти еще и не пахло. Года с 1922-го, как минимум. Едва Германия стала нацисткой, как штаб-квартира этой организации обосновалась в Берлине. И тот же Коновалец, еще до того, как благодаря блестящей операции Павла Судоплатова его фрагменты пришлось отскребать от мостовой Копенгагена, публично и печатно, призывал всех украинцев в едином порыве встать под знамена фюрера. После того, как он наконец получил свое, ООО «УЭн», как известно, довольно быстро раскололось на Мельниковское и Бандеровское крыло, представители которых жрали друг друга почище пресловутых пауков в банке. В роли вождя, каждый из двух упырей, естественно, видел себя, вот и пришлось несколько подкорректировать форму приветствия, поместив туда героев, которыми украинские националисты никогда, конечно же, не были и быть не могли. Немецкий историк Гжегош Рассалинский Либи прямо утверждает в своих трудах, что гитлеровское приветствие именно в виде СУГС было введено Бандерой на Втором съезде ООН в Кракове в апреле 1941 года. И, кстати, подтверждает факт насчет сопутствовавшего таковому зигования. Но, может, и немец врет? С него станется. Что ж, обратимся напоследок к свидетельству исторической личности, являющейся безусловным авторитетом для каждого украинского правоверного патриота. Речь идет о фигуре, скажем прямо, крайне малосимпатичной, так называемом Метрополите Украинской Греко-католической Церкви Андрея Шептицком. Антисоветчик и русофоб ужаснейший. Полностью приветствовал сотрудничество националистов с Гитлером и Третьим Рейхом. Клятых москалей ненавидел люто. А вот лозунг СУГС не признавал категорически и открыто критиковал. В официальных изданиях достаточно богатого творческого наследия этого деятеля без труда можно найти его послание к собственной пастве, в котором он называл это приветствие ничем иным, как проявлением безбожия и кощунственной попыткой сковеркать действительно издавна бытовавшее на Западной Украине приветствие славы Иисусу Христу. Его перу принадлежит утверждение о том, что Украина не может быть самостоятельным государством, а тем более славным без воли Божьей, падишь ты, как в воду глядел. Точно, не может. Тот же Шептицкий призывал всех христиан бороться с безбожными практиками украинского национализма. Довольно странно с его стороны, ведь этот пастырь в день взятия гитлеровцами Львова приветствовал победоносную немецкую армию-освободительницу, а после падения Киева принялся острочить поздравительные письма самому Адольфу Гитлеру, обещая ему молиться о победе вермахта. Бандеровцы и весь прочий, окормляемый Шептицким, националистический сброд, во всем наследовали великого фюрера, который Бога, как известно, в рейхе упразднил, оставив его имя лишь на солдатских ременных пряжках, да и то лишь потому, что оно там было со времен милого его сердцу рейхсвера. Истинные корни, смысл и суть тех фраз, которые сегодня с пеной у рта отстаивают власти Украины и лично ее президент Владимир Зеленский, абсолютно однозначны и двоякого толкования не допускают. За ними пепел Хатыни, кровь Бабьева Яра и Волынской резни, а также великого множества других ужасающих преступлений, совершенных именно с этими словами на устах. Утверждение чиновников из офиса Зеленского о том, что эти, ставшие отвратительными и дышащие смертью слова, являются абсолютно правильными и записаны в душе каждого украинца абсолютная ложь. Бандеровская кричалка может быть правильной лишь для тех выродков, которые проливали кровь своих соотечественников сперва на Киевском Майдане, а затем в Одессе, на Донбассе и многих других местах. Это действительно нацистский клич, а следовательно, та бескомпромиссная борьба, которую развернули против его публичного употребления представители России, является единственно возможной реакцией в данной ситуации. Возрождению нацизма должен быть положен конец, каких бы усилий это ни стоило.